Так, вернись-ка туда. Сюда зайди. Ты где же был-то сейчас? Колун принёс. Колун. Не о колуне речь идёт. Я же тебе в прошлый раз сказал, иди всё забирай, закрываешь и туда больше не ходишь. Говорил? Да. А зачем пошёл? Ну, колун же, я же говорю. Кто колун? Ты колун? За колуном пошёл. Да ты не можешь идти, когда запрещённо тебе. Что ты всё время ищешь какие-то лазейки? Я тебе чётко сказал, ты сейчас подтвердил. Да, я тебе это говорил. Вот в армии, допустим, послал майор куда-то, солдата. А в это время старший лейтенант его перехватил, посылает. Он говорит, меня поставили туда. Он должен сказать ему. А тогда этот берёт на себя ответственность отменить, можно или нет, вышестоящему. Он сказал, что у меня срочно солдата придавило. Нужно кран поднять. Он может это сделать. Продумано. Почему ты это не сказал, Володя? Сказал, мне запрещено туда больше ходить. Да я тоже забыл об этом. Я что могу, подделываться под вас или что? Утром начинаем молитвой, заканчиваем молитвой, а вы всё ворочите своё. Тут всё обдумано, всё по инструкции. И так хорошо нам. Прихожу, Виталий где? Виталия нету. А где? На Саманном. Да какой же ты имел право туда идти? Я тебя не обидел ничем, всё. Ты вещи все принёс. Там заходить тебе нельзя, крест поставлен. Ты пошёл, открываешь теперь замок и берёшь. Понимаешь, вот какая ты вольная птица. И ты не признаёшь ни закона, ни уважения к людям, ничего нету. Он сказал, забыл. Да он-то при чём? Пошёл ты. Ты бы ему сказал, Володя, я этого сделать не могу. Ты должен у меня спросить разрешение. Можно ли я? Ты сказал, нельзя. Я поехал бы сам. Достал колун. Колун-то это не топор, это колун другой, кто не слушает. Прошло совсем немного времени, как ты пришёл сюда, когда жить, к Володе. Сколько прошло времени? Недели две, наверное. Недели две, и ты намертво забыл. Почему я забыл? Да как забыл? Зачем же ты пошёл? Ты вот идёшь и знаешь, тебя посылать никуда нельзя. Ты идёшь в развалку, туда-обратно, время идёт, и ты к пределе. Всё нормально. Тебя только на глазах держать. Я делал всё. Мне это не касается, что делали тут. Речь идёт о другом. Я пришёл сюда, спрашиваю тебя, тебя нет. Ты пошёл туда, куда тебе запрещено опять. Ты же помнишь, когда в прошлый раз ты первый раз у нас был. Тут у тебя с этого всё начинается. Я сказал, в лагере одному не оставаться. Ты же помнишь. Ботинки чистить. Тут пришёл, ботинки на скамейке стоят. Замучился мужик с ботинками. Ходи босиком, вопрос снятый. Понимаешь, я на это ничего не могу противодействовать, как только принять меры, соответственно. Зачем ты всё время напарываешься на вилы? Мне вот сказано, нет, я туда уже никогда не пойду. Ты меня никакими судьбами не загонишь туда. Всё. Мне нельзя туда идти. Я сразу говорю, я буду искать людей, которые могут заменить. Напишу там прошение или как-то. У тебя вообще правил никаких нет. Тебе надо, ты пошёл. Только из заключения у меня знаком один вернулся, идёт домой. Девчонка хорошая, он тут же изнасиловал её. Почему? А мне надо. Ну, ещё 10 лет хлопнули ему. Только вернулся, на другой день опять пошёл. Это нам всё из одного мешка. У тебя препятствий никаких нет. Ни днём, ни ночью, нигде. Сказал, пошёл, лишь бы шататься. Я тебе сказал, вот здесь гвозди выйдут. Замечательно сделал, выбрал, поставил, подвал закрыл. Добрый разговор. Я пришёл к тебе тут, давишься разговор продолжить, а тебя нету. Значит, обдумай сам. Как из этого положения выйти? Тебя-то он не будет спрашивать. Это ты знаешь, он же не... Ты прекрасно это слышал. Подтверждаешь, да? Я сказал, забери вещи все. Заходишь, выходишь один, собирай хоть полдня воскресенья. Дом запираешь, ключ кладёшь на место, и туда больше ты не заходишь. Ты подтвердил, да, так. Так было? Да. Ты нарушил на 100% это. И при том, нужды никакой не было. Я рядом. Если он сказал, я рядом, можно позвонить, а можно прийти ко мне, сказать. Вот посылает, как пойти можно, я скажу, никак. Категорически запрещается. А как? Я пойду. Сергей пойдёт, Володя. А почему мне-то запрещают? А мне не надо спрашивать. Меня не надо спрашивать. Странно. Тебе не надо это, вы спрашиваете. Мне сказали, я не спрашиваю, а почему нельзя? Я заходил всё время туда, а сегодня прихожу, а мне говорят, нельзя того человека. Там нет, а не... Нет, и нельзя, и всё. Нам сказали вас туда больше не принимать. Я никогда на это не полезу. А почему? Я не обязан тебе объяснять. Это мой дом. Зачем я буду объяснять? Я за него деньги платил. Сарай. Всё построено, это мной лично. Какие претензии на дом, который не тебе? Ты там жил. Не надо, не надо. Понимаете, у меня сразу наворачивается куча мыслей. То ли вы мне не доверяете. Понимаешь, ты начинаешь наворачивать. Или в тот раз вот... Тебе идти нельзя, сейчас остановись. Сказали, нельзя. Понимаешь, ты привык бродить, как просто шатаха. Шатоха-то собака непривязанная. Шатохи. Тебе сказали, нельзя. И всё. Я сказал, ты больше раз старых кастрюлями возить, а наливать. Сказал, не наливай, рядом есть. А я хочу наливать. То есть, заметь, какое бы ни сказал, а я хочу. Да это и так не бывает в жизни. Мне батюшка родной брат. У него подперто там палочка стоит. Я в дом не захожу. А зачем? Его нет. Я выйду во двор, там покричу маленько. Кто дома? Кто дома? А бывает он где-то там в огороде или около бане, там у овечек. Родной брат мой. И он подойдёт, если у меня палочка стоит. Палочка у двери. Ни замок, ничего нет. Обыкновенная палочка, он не зайдёт. Вы сами порешите, что делать. Я просто так оставить не могу. Так, ты сейчас сюда зайди, посмотри. А тот опять говорит. Это свидетельство, которое я получил в комментариях. Оно должно быть твёрдым. Это он где-то едет. Кому человеку не вхватил. Охватил пока. Это какая серия у него идёт? Ну, 105-106. Он непрерывно включает. Такой же канал, как у вас. Такой же видеоканал, как у вас. Нет никаких серий. Он идёт. Он в разных позициях, я его вижу. Говорит. Ну, и вас в разных позициях люди. Нет. Он из этой темы-то вылезти не может. На работу едет? На работу. В московской такой электричке. На эту тему всё уже сказано. Это в добротолюбии, в житиях. Ты мог бы его пригласить сюда, чтобы он приехал? Ну, как минимум по скайпу только пообщаться. Ну, минимум сделай. Я его просил, но всё. Он свихнётся окончательно на этой теме. Да. А этой теме конца никогда не будет. У него душа истерзана. Его надо выводить из этого состояния. Его выводить она сама вот сейчас. Он более опасен, чем его Ия. Дай свет. Понимаете, твоя бесчувственность не позволяет увидеть, какая опасность у него. Он уже влип окончательно, как муха на... У меня всё сгорело. Вот, посмотри, мухи висят на этой. Вот он примерно в таком состоянии. Это та тема, из которой они вылазят живыми. Вот здесь деревня, потеряевка небольшая. Примерно я назову три человека, которые погибли в этой теме. Жизнь закончилась рано. Так, понятно. И он обличает, начиная с патриарха и заканчивая. Да не в обличении дело. Патриарх знать его не знает. И ещё не... Катерин его очень знает хорошо, патриарх. И патриарх его очень хорошо знает. Поверьте мне, Игнать Игорь. Ирил Патриарх Гундяев, он его очень хорошо знает. Как он его знает? Он на него влияет тоже очень. Ну ты уже хватил. Я вам говорю... Да перестань. Упоминали его и на саппоре. Какой ты авторитет, когда тебе сказано не ходить, и ты туда лезешь? Да нет, вы меня можете... Понятно, что я для вас... А ты понимаешь, что ты начинаешь уже дальше выворачивать тебя. Я для вас... Тебе не надо рассуждать. У нас хорошие отношения. Но я тебе сказал, нельзя ты... А, ради каких-то отношений... Какие отношения? Сидим за одним столом, обедаем. Молимся в одном храме. Рыбачки ходим вместе. По ягодой вместе. Сказано нельзя. Мне где сказано, я туда уже никогда не шагу в шагу даже. Вот это у нас очень большая разница. Ты хоть где будь. Даже в тайге, там у Агафьи. Сказали туда нельзя. Ты с тобой будешь лезть. А почему нельзя? Значит, зачем тебе доказать нельзя? У нас одна такая была. Ну, я сказал, вот у нас где трапезная, там оставляют на столах сумочки женщины, все. Я сказал, по одному не оставайтесь. Правила я диктую. Это мой дом. Мой лагерь построено, все. Детям по одному нельзя заходить. Он забыл что-то. По одному в Келью заходить нельзя. 45 лет. А как можно вдвоем просить разрешение дежурного или старший, кто здесь есть? Кому разрешение можно дать? И у нас ничего не было плохого от этого, только хорошее. Все прекратилось. Подозрения, воровство, все прекратилось. У тебя опыта нету. А я все время шлифую этот опыт. Ты дальше сказал слова, я нашел причину, родители, а я хожу и думаю. Я нашел еще ответ глубже. Вот сколько времени, часов было, я об этом думал. И мне представился сегодня практически случай. А сейчас пойдем с тобой и будем говорить. Я тебя научу размышлять. Вспомни, как Семен Столпник, ему было сказано, копай глубже. Он начинает дальше, снова голос, копай глубже. Копай глубже. Копай глубже. Вспомни, как это было у Елисея. Там с осадним он царю дал. Бей стрелами. Он бьет. Раз, два, три перестал. Он говорит, тых ты! Ты бы бил 10 раз, 10 побед одержал бы, а так только 3. Неужели это от этого зависло, что он стрелами долбил, стоял? Не надо говорить, уже история показала. Он пророк. Он сказал ему. Ему не надо доказать, почему 3. Я сказал, и все на этом. Ты выполняешь или не выполняешь? Если не выполняешь, значит, поражение полное твое. А ты сразу наворачиваешь. А, мне не доверяют. А что тебе доверять, когда ты не слушаешься? Доверять нечего, ты показываешь. Доверять мне нельзя. Я тебе сказал, забери вещи, туда больше не ходишь. Ты согласился, никаких возражений нет. Теперь ты же перелазишь через ограду и меня допрашиваешь. Сломал замок, главное. И что же ты делаешь-то? Запрет это замок. Две недели прошло только. И я виноват? О, вы мне не доверяете. Ты эти слова сказал бы, когда я тебе сказал, уходи оттуда, переноси вещи. Ты не сказал. У нас заключен союз. Ты подчинился, и добро сели за стол, опять дальше хорошо. Теперь ты, я ухожу, ты нарушаешь все, и на меня же волком смотришь. Бирюком. Вот молодец какой ты. А ты помолись об этом, ладно ли? Я о тебе забочусь. Еще раз говорю, где мне сказали не заходить, я туда ни разу в жизни, я не люблю, чтобы на хвост наступали дважды собаки. Она должна визнуть и отбежать. Данас пример. Так, я хотел, чтобы сейчас мы туда прошли, я на опыте кое-что покажу. Ты попроси кого-то из них с собой, прости, чтобы снимать. Я тебе сейчас такое покажу, что ты, дайвич, сказал. У меня развернулась картина вся. Я не знал про это. Я до этого пришел порадовать тебя. Какое глубокое исследование мне Господь показал. Я залез к голубям, голубям, лестовочку помолился сегодня. Пошел домой, дайвич, помолился лестовочку. Проходит время, я опять туда пошел, помолился. А ты даже никаких брякнул языком и подался в запретную зону. Запретная зона заминирована. И ты подорвался, и требуха твоя на крыше висит. Грачи ее разнесут. Чего головой крутишь, не нравится? А это так. Бывает так, что где заминировано, они берут на другое, где не заминировано. А тут дорога открыта. И сразу первая же корова, первый человек полетел. Так, кого из них возьмешь? Мне без разницы, знаете. Вывод выставил, который были, наснимали-то. Не сказали, как соединять. Выставили по полторы минуты ролики. Молчок. Выставлено около 30 роликов. Я посмотрел, в ужас пришел. По полтора, я их выставить не могу. Я сейчас делаю запрос в администрацию своих ресурсов. Снять все и сделать по полчаса. В том порядке, в котором Сергей сдал. Все. Никогда не сдавать. Превысил полномочия. Я поставил человека снимать. Я на 100% уверен, что теперь снято, приходит ко мне. Я теперь делаю, размещаю, чтобы получился пайл. Вот они когда ходят где-то благовествовать, воскресенье-то. Я бывает 5, иногда 7 в один пакет. То есть в одну папку складываю, в каком порядке обозначаю. В администрацию отсылаю, модераторы работают, делают и выставляют. А здесь так, по полторы минуты. Так ролики идут, я не могу ставить их. Все. Ни слова. А что вы говорите-то? Я говорю о том, что вы были на соревнованиях где. Я сказал мне сюда привезти, а ты сразу сдал туда в администрацию свою наснимать. Ни одного слова не говорить. Все это обсуждено. Вы поехали. Ничего из этого не будет. Человек старался. Сколько? Три дня ушло. И теперь все под хвост собакам. Вы самостоятельные будете в другом месте, где меня нету. А где я уже вмешался, то я буду лучший вариант брать. По полторы минуты ролики они ничего не говорят. Здесь должна быть цельная картина идти. Я добротолюбие насчитываю и сказал, Америка ставит. Я сказал по полчаса. Тридцать, одна минута, тридцать. Тридцать две, тридцать. Двадцать девять, тридцать одна. Вот так вот ставят ролики. Я заказываю. А почему? Никто не спрашивает. Я сказал, что у меня выставлено триста шестьдесят пять роликов по житиям. Один из модераторов это сделал. Очень грамотный. Два там высших образования у него. Всё. Но сделал сколько дней? Триста шестьдесят пять. А у меня роликов-то не триста шестьдесят пять, а больше. Тысяча сто семьдесят три. Вот он теперь меня полностью вышиб. Он брал такие, которые двадцать минут, тридцать. А всё остальное оставил. И, наконец, нашёлся человек. Я тебя даже могу назвать. Сергея Птушенко, который в чате у нас. Я говорю, теперь надо выбрать, какие он не поставил. Тот, кто раньше ставил у меня модератор. А он новый пришёл. И он всё выбрал и по векам выставлял. Мне присылал. Я теперь отсылаю, который он присылает. Я отсылаю в свою администрацию. И теперь они ставят. Я замки только снимаю. Понимаешь, какая работа. Тебе ничего не надо. Зачем тебе это? Нафиг это мне нужно. Вот так и получается. А санем фигусом и листом бы прожил жизнь. Так. Просьба ему. Дай знать, чтобы он приехал. Его в дурдоме будут искать. Он совершенно смехнулся. Это тема, на которой погорели самые великие мужи мира. Первый из них – Адам. И это обошлось, знаешь, какой ценой? Сто миллиардов умерло. Умерли все. Легенда говорит. Все умерли. Умерли. Ты ещё не знаешь, что самое опасное, что на земле есть – горше смерти женщина. Соломон разбирался в этом. Он говорил не понаслышке. Триста жёна, семьсот наложниц. А с одной не можешь поправиться. Хуже петуха. Петух, сколько куриц нет, и все его слушаются. Живут, как голубь с голубкой. Голубь с голубкой, он её давит, топчет, пока она в гнездо не сядет. У них только на колотушках у голубей. Всё время дерутся. Я не говорю, что женой, когда он её, чтобы она ему покорилась, он её только колотушками добивает. Бьёт, наконец-то она склонилась, но я слышу, как он ей говорит. Починилась? А куда мне деваться? Лезь на гнездо. Так, подставляй. Потопщу тебя и садись, неси яйца, и будем воспитывать. А дальше, когда малыши какие-то, он её сразу готовит на второе гнездо, а кормит сам. Она детей не кормит. Кормит пока только чуть-чуть опериться. Неделю. Потом она не кормит совершенно. Он кормились, муж кормились. Ты почитай отзывы, где меня Володя будет, я вздрагиваю, глаза открываю, он мне вопрос под каблучником задаёт. И ты там отзывы даёшь. Я сейчас считал только. Два твоих отзыва. Помнишь, нет? Ну, конечно. А все говорят, внезапно разбудить и такую проповедь дать, такую тему поднять. Ой-ой-ой. Так, я тебе сказал. Придумай сам себе, какую эпитемию за то, что ты это сделал, нарушил. Да, вы лучше придумайте. Не надо. Идите с Володей, думайте. Он посылает, а ты нуль. А ты бы сразу отрезал. Тебе только одно сказать надо было. Мне запрещено, и мы договорились, себя нарушать не буду. Зачем буду портить отношения? Я инициатор-то, я. Володя при чём? Ну, ты слышал, что он сказал? Володя знал. И он не должен был посылать тебя. Он сейчас только сказал. Что ты его защищаешь? Когда он уже признался. Я ничего не требую от вас. Кроме того, что о чём мы договорились, выполняйте. Что это вас всё время несёт на задворке где-то, по помойкам? Мы договорились. Ты поехал. Просил тебя, Сергей Павлович, я тебя дал. Я сижу, жду. Приезжают пустые руки. А я сдал. А кто тебя просил сдать? Ну, сдал. Чем кончилось? Нуль. Если только ещё не потеря. Только сейчас назад выставили. Выставили. Там по полторы минуты, там даже меньше. Я их не могу выставлять. Подряд. Целую очередь. Никаких слов не надо. Вопрос решён. Не надо. Ни слова прошу. Когда с Рэмом последний раз Гитлер встречался, и тот пытался оправдывать, сказал, ни слова. А он начал дальше. И что получилось? Расстреляли и всё. Ты вот это делай, говорит. Я забуду все твои происшествия. Он ему отвечает. Это восхождение. Там звезды, дьявола, что. Там оттуда многое можно почерпнуть. Так. Думай, кто с тобой пойдёт сейчас. Ну, кто хочет, то пойдёт. Ну, я не знаю. Да ты никому не предложил, кто хочет, пойдёт. Ты найди причину и скажи. Ты делаешь, я... На полпредложение ты рвёшь. Когда я спрашиваю, ты молчишь. А, то есть ты хам. Хам законченный. Ты бы сказал, Серёжа, или Сергей Павлович, вот зовут нас пойти. А знаешь, ты режешь. Я приду, я тебе помогу. И он ещё скажет, долго ли там будет. Ну, я сказал бы, минут семь. А может, десять. Ну, не больше. Потому что очень интересное продолжение разговора твоего. Твоёго откровения, которое тебе открылось. Ты брякнул языком, ты и забыл. А я молюсь целый день об этом. Вот это наша разница. И я-то как откровение какое принял. Пришёл ответ, которым я мучился два месяца. Два месяца. И ты мне всё раскрыл. Как толкнул на молитву. Конкретно по теме молитвы. И как-то начало просто стучаться в ворота небесной отчизны. Мне открыли и сказали. Ответ вот он. Получай. Не из генеральной прокуратуры. Они намного выше. Так, ты понял? А? Это всё ты сейчас можешь через пять минут узнать. Ну, пойдём, хочешь, Серёжа? Ну, нельзя. Ты поговори с Володей, с ним. Пойдём. Пойдём. Поговори и скажи. Вон Сергею интересно. Мне интересно, я поснимаю. А этот. Как говоришь? Володя посмотрит. Мне интересно, я пойду поснимаю. А, и хочет, если Володя, пускай тоже пойдёт. Да, сейчас. Пойдёт, этому урок будет Володя. Дело в том, что Костяна тоже замешан в этом. Ну, всё, все идём тогда, Игнать Тихонович. И идти надо сразу. Так, оставь, опусти руки, нож и быстро уходим. Володя, пойдёшь? Пойдём. 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 Пойдём.